Удалось все-таки построить гуманитарный коридор для тяжело раненых и больных детей. В этом интервью всего месяц назад доктор Лиза говорила про госпиталь в Латакии, где уже была в сентябре. Про отделение для новорожденных, где даже на войне жизнь и выхаживают крох весом 400 граммов. Трудности, с которыми она привыкла справляться. Выбавшие из строя аппаратуры, нет рентгеновской пленки, медикаментов. Их уже купили, говорила Глинка, как раз ждем борт. Она, как всегда, полетела сама. Боюсь. Она совсем не похожа со стороны. Это, наверное, вам кажется, потому что смерти я боюсь, как и все, потому что я не знаю, что там. У меня есть какое-то ощущение, как человек религиозный, что там должно быть лучше. Это доброе слово и молитва, это вот такая тоненькая ниточка, которая утешает наше горе и связывает нас с ними. То есть нас здесь, живущих на земле и их туда, ушедших на небеса. Память самое главное, и что наиглавнее всего, память живая, деятельная память. Вера без дел мертва. Если мы будем в своей жизни жить, стараться так, как жила доктор Лиза, так, как жили святые угодники, так, как Господь приучит нас в своем Евангелии, тогда мы можем сказать, что наша память жива и, слава Богу, мы вынесли урок из этой сложившейся трагедии. И мы безутешно скорбили, и, может быть, скорбим до сих пор, но и много хорошего вышло из этой трагедии в результате. Ведь посмотреть, что о докторе Лизе не так много знало людей, только близкие к политике или к благотворительности. Сейчас из-за этой трагедии о Лизавете узнала вся страна. Люди, смотря на ее пример, заряжаются ее светом, ее добром, ее силой воли и становятся более чуткими, более светлыми, отзывчивыми на добро. Елизавета умела при жизни и сейчас, после смерти, умеет делать людей неравнодушными. Впервые, когда разбился самолет, по прошествии 40 дней мы встретились по минуте, собралась молодежь. Так же, как и сегодня, почитали стихи, спели песни, включили видеоролики. Сегодня повторили встречу, опять смотрели видеоролики с записью. Лизы, ее слова, ее наставления, ее интервью. Сколько сделала она. И видим в этих видеороликах, что дело ее живет. Что Глеб Глебович Глинка приходит на передачу, выступает и продолжает дело ее вместе с ее друзьями, с ее коллегами, с ее соратниками, с теми, кого она поднимала, кому она помогала. Сегодняшняя встреча длилась более часа, но выступили не все. И смогли приехать не все, кто был приглашен. Например, Светлана Козина обещала до последнего, что она приедет. Ну вот уже конец мероприятия, думаю, может быть в конце хоть она выступит. Звоню, я ей говорю, Светлана, ну как ты, где ты? Она говорит, подопечный у нас пропал наш, еду разыскивать. То есть вот мы на этом мероприятии встретились, чтобы вспомнить добрым словом ушедших. И сотворили доброе дело, дело любви, сохранение их памяти. А она делала еще более деятельное дело. Она вот в жизнь притворяла то, чему учила Лиза. Она искала своего подопечного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова